Ну я просто два слова, что такое скрининг, и хочу подчеркнуть, обратить внимание только на одно, что это стратегия в организации здравоохранения. Значит, самое главное это организовать скрининг и найти на него деньги, достаточное количество. Вот это самое главное. Что на сегодняшний момент имеется в Российской Федерации? В Российской Федерации постулирован скрининг, в последнем законе от 17-го года конец, он в 18-м году уступил в силу, и там определена только таргетная группа. 39, там, значит, 50 лет нужно один раз в 3 года, 50, 69 лет один раз в 2 года. Только таргетная группа. Ничего другого в приказе Российской Федерации, хотя постулированной скрининг, не прописано. Ну тут тоже понятно, я думаю, это всем давно известно, каковы главные задачи скрининга, какие не главные задачи скрининга. Ну, конечно, снижение смертности, и это будет главный показатель правильной работы скрининга. Что касается, вот мы, у нас было два пилотных региона, да, в двух пилотных регионах, я просто, мы уже опубликовали по первому пилотному региону, когда проводился двойной независимый просмотр с врачом, который имел, значит, стаж работы один год и теоретическую подготовку. И второй независимый просмотр проводился с экспертами онкологического научного центра, которые имели, конечно, уже более 5 лет стажей, понятно, какие у них экспертные знания. Это был один регион, когда мы улучшили, и мы это уже публиковали в статьях, когда мы улучшили диагностику рака молочной железы на 18%. Значит, второй пилотный регион был, когда мы пришли, и мы уже, потому что в пилотном регионе мы хотели вот такие центры создать на уровне онкодиспансеров, но там на это просто не хватило денег, да, на хирургический корпус просто были отданы деньги. Второй пилотный регион уже согласился поставить, я в конце этого доклада покажу инструмент, с помощью которого мы это потом все выявляли и анализировали, да. Во втором пилотном регионе он был весь цифровизован, скажем, там были все, значит, не очень хорошего качества дигитальные маммографы, поставленные как в поликлиниках городских клинических больниц, поликлиниках центральных районных больниц, да. И там были два мобильных комплекса, где тоже были цифровые, значит, маммографы, когда все изображения интерпретировали специалисту онкодиспансера республиканского. Это был второй пилотный регион, и мы тоже там таким же образом дистанционно обучали одного из врачей центральной районной больницы, а через некоторое время это уже перевели на онкологический онкодиспансер, где как бы вот, как здесь сказали, да, из Норвегии это назывался, наверное, центр скрининга, там телемедицинский назывался центр скрининга, и там уже обученные нами же по нашей же программе врачи онкологического диспансера скринингу, как его нужно делать правильно, как его анализировать, они уже просматривали, значит, вот эти свои подключенные к ним, значит, цифровые изображения и независимо проводили интерпретацию маммограмм уже самостоятельно на своей территории. И только тогда, когда было у них расхождение, они прибегали к федеральному центру нашему, да, когда можно было, вот если заключение не совпадает, уже, как говорил Галина Петровна, третье экспертное мнение. И в этом регионе мы тоже, что мы проназили только на одном, который мотивирован, врач был, и который все время отсылал на второй просмотр и пользовался нашей программой, потому что остальные подключены не очень, пользуясь программой, сейчас я объясню, почему это произошло. И вот там, где врач был мотивирован и который хотел научиться, вот получилось, мы проанализировали два года его работы в скрининге, и на второй год работы была улучшена диагностика скрининга в этой центральной районной больнице. То есть мы доказали, что второй независимый просмотр с использованием нашей программы, с аналитикой, как нами, так и самим онкодиспансером, где уже это во втором регионе, он имеет право на существование, потому что он улучшает диагностику рака молочной железы. Поэтому, когда мы вот все это увидели, и когда, особенно во втором пилотном регионе, когда хорошо работал только один кабинет центральной районной больницы, мы пришли к тому, что подготовка регионального проекта скрининга в каком-то отдельном регионе мы и до этого уже делали, потому что мы взяли регион, где имеется цифровая техника, да, потому что у нас такой есть инструмент, когда вот этот дистанционный в дороге независимый просмотр проводился с экспертами онкологического научного центра имени Блокина, да. И, значит, поэтому вот так мы так и подготовили это, что должна быть перед тем, как вы уже провели аудит пилотного региона, да, и он вас устраивает, сколько аналогов, сколько цифровых, и уже вы знаете, каким образом вы там будете проводить. Тем не менее, предлагаете этому региону создание рабочей группы, значит, определенных людей, которые будут отвечать за маммографический скрининг. И вот обратили внимание, что вот вам восклицательный знак здесь поставили. Это онколог, это главный специалист, который будет потом анализировать результаты этого скрининга, потому что все подтвержденные раки, во-первых, он подтверждает в своем учреждении, во-вторых, он стадирует и дальше лечит и оценивает это лечение. Поэтому главный специалист в этом треугольнике, лучевой диагноз, оргметодотдел, онколог, патоморфолог, это все-таки онколог, который анализирует это все с помощью оргметодотдела. Но в Норвегии это немножко по-другому, потому что у них канцер-регистр великолепный, просто все, там все уже поставлено на свои места. Какова задача федеральных центров, то, что вот и делал онкологический научный центр. Конечно, то же самое обучать лучевого диагноза. Нам бы хотелось бы еще и отключать и патоморфологов, потому что это люди, ответственность за диагностику для онколога. Потому что онколог может прислушаться к заключениям, а может не прислушаться. Потому что главный еще раз специалист, я еще раз подчеркиваю, это онколог, который решает после подтверждения диагноза, каким способом лечить дальше этого пациента и наблюдать за ними. А что касается региона, то тут, конечно, оргметодотдел, на котором все замыкается, с хорошим канцер-регистром. Понятно, какие канцер-регистры у нас в пилотных регионах, это не вам не говорить, мы тоже там были. То есть вот эта вот часть, которая касается организации, конечно, в регионах ее нет. Мы сейчас, мы просто предложили инструмент для того, чтобы это делать в регионах, в которые мы приходим. Итак, значит, этап регионального скрининга, еще раз, это аудит, чем обладает регион. Это кадры, это оборудование, это дальше организационная схема. Дальше расчет необходимого финансирования. Обратили внимание, где восклицательный знак стоит? Вот хорошо, доктор сказал, деньги, деньги и еще раз деньги. Если этого не будет в регионе, бессмысленно начинать какой-нибудь скрининг. Причем деньги должны быть все просчитаны и дальше все абсолютно учтены, для того, чтобы ни единой копейки не было просто так потрачено. И дальше подготовка документации, да, то есть вы говорите департаменту, сколько денег нужно вот с этой документацией для того, чтобы качественно, качественно привести скрининг в этом регионе. Ну и дальше туда входит обучение команды скрининга, конечно, об этом говорили. Это стратегии работы с населением, это привлечение населения, тоже об этом говорили в Наргинальной регионе. Я не буду повторять, насколько важны все эти элементы скринингового процесса. Проведение скрининга самого и контроль его качества. Дальше это идет, и на этом заканчивается первичное звено скрининга, то, что нам говорили, сколько там у них вот дигитальных маммографов, без врача, только лаборанты. Все остальное, да, обследование, просто, да, диагностические уже процессы маммографические, это гистологическая верификация. Вот это уже центры. Как регион решит это сделать в Норвегии или в России, как у нас это делается, это только прилегативы самого региона. И понятно, что лечение, реабилитация, и еще раз повторяю, в конце обратили внимание, оценка эффективности проекта скрининга. Это все уже онкологи вместе с организационным методическим отделом, как своего онкологического учреждения, так и консерегистра, который находится в Министерстве здравоохранения региона. А здесь просто поподробнее будет об этом сказано, вот то, что все этапы скрининга, которые я, значит, вам обозначила. Понятно, мы опять еще раз аудируем, прежде чем прийти в какой-то регион, аудируем, насколько там много кадров. Вот я нельзя спросила, когда 36 дней, да, что это тоже нехватка карт, проблемы везде одинаковые. Хотя и денег много в Норвегии. И это, конечно, оснащенность оборудованием достойным, оснащенность кадрами. Уровень информатизации здравоохранения тогда можно провести двойной независимый просмотр дистанционно, да, и так далее, и так далее. Дальше идет поэтапная разработка организационной схемы. Это взаимодействие различных регионов, которые выделены пилотные, между собой, в этом регионе я имею в виду. Потом расчет необходимого объемного финансирования. Видите, здесь просто так оказалось, это только регион может себе это позволить, насколько они смогут правильно и корректно провести скрин, чтобы получить нужные результаты. И, наконец, подготовка документации. Вот о чем мы говорим. У нас есть федеральный закон, да, называется закон о диспансеризации. Там все прописано, таргетные группы прописаны. Обратили внимание, какие таргетные группы, так говорила нам Норвегия? 50-69 лет. И ГОС, кстати, рекомендует. 50-69. У нас здесь централизации 39-69, причем с разными сроками проведения раундов. Поэтому есть федеральный закон, надо действовать в рамках федерального закона, но, тем не менее, я думаю, само министерство в рахаре региона может определиться. Кстати, Москва это сделала. Она дала 50-69 лет. Но он, правда, федеральный центр. Они могут не подчиняться или подчиняетесь. Поэтому сам регион должен определить для себя, насколько по цене и качеству, чтобы качество, еще раз повторяю, скрининга, разработать вот эту всю документацию и четко определить, кто за что отвечает и дальше подсчитывать результаты. Я не буду говорить, что это обучение команд, скрининга, стратегия организации с населением до привлечения и так далее. Вот просто поэтапно то, что я вам говорила до этого, поэтапный скрининг, вот сейчас в этих слайдах он просто поэтапно проговорен. Итак, вот, значит, мы по этому, по своему опыту в двух регионах, вот у нас как бы были, я просто потом поговорю про проблемы этих моделей. Первая модель, стационарный мобокров, первичное звено. Вот видите, как в Норвегии сделано, там вообще нет никаких дообследований, да? Только делается стандартная маммография, но там оставлены у них только рентгенологи, только рентгенлаборанты. Это вторая модель скрининга. У нас такого нет, у нас в центральной районной больнице есть рентгенолог, есть рентгенлаборант, который работает в рентгенском кабинете общего профиля, где проходят всякие диагностические, у кого-то есть приставки, у кого-то нет приставок. Мало того, там же может проводиться ультразвуковое исследование. И можете себе представить, какое качество скрининга будет, если вот таким образом сохранится схема. Но, тем не менее, можно, наверное, обучить и на уровне центральной районной больницы, хотя я тоже против этого, потому что всегда это нужно переводить уже на скрининговые центры, безусловно, потому что и они должны быть оснащены, и там должны быть наибольшие подготовленные карты. Поэтому вот эта первая организация, когда присутствует там еще и врач-рентгенлаборант, я бы вот как в Норвегии, но это, опять же, прерогатива региона, потому что там договариваются с кадрами, с оборудованием и так далее, и так далее. Ну и понятно, что второй уровень – это то, что скрининговые центры в Норвегии. Я просто буду сейчас про Норвегию говорить, что сделано у нас и что сделано у них. И третий уровень – это где на втором уровне в Норвегии это совмещено, где уже имеется и подтверждение диагноза, и лечение, и оценка эффективности самого скрининга. Там это как бы все делают скрининговые центры. У нас это все по-разному, и нужно в зависимости от того, в какой регион вы приходите, сразу это анализировать и подсказывать местному министерству здравоохранения, каким образом, если у них есть на это деньги, это сделать. А это вот второй – только рентген-лаборант, то, что показывала Норвегия. Вот это, я считаю, наиболее эффективная модель скрининга. Но еще раз повторяю, это все зависит от регионов, в которые вы приходите. А тут обозначены критерии эффективности, об этом все говорят, только просто поподробнее, чего вообще из всех критериев мы просто смогли узнать по всему миру. Но это, понятно, охват населения, иначе вы не получите снижение смертности в популяции. Это еще не значит, что в скрининговой группе вы не получите, но в популяции это можно не получить. Это снижение смертности, перед чьей за определенный период, не на первый, а второй год. Как это регионы считают, что сегодня начали скрининг, завтра уже будет снижение смертности. Такого не произойдет, чудес не бывает. Это выявляемость рака молочной жизни, ранние формы рака. Это значит до одного сантиметра и без метастатического поражения лимфатических узлов. В отличие от канцерной регистры, который у нас существует, где ранние фазы, ранние стадии, это первая, вторая стадия. Это процентное отношение направлено на дополнительное. Я не буду все это повторять. На самом деле в норвежском докладе это все было проговорено. И качество проведения, качество работы рентген-лаборанта должно обязательно учиться. И качество работы врача. Понятно, что рентген-лаборанты – это определенное количество некачественных мамограмм, не считая технических характеристик аппарата. А у врачей это ложный отрицательный, ложный положительный результат. Сами понимаете, вот это будет и качество работы врачей. Это все в статистике в нашей программе есть. Итак, обучение специалистов. Это опять же, видите, МИС-онкология. Все, федеральный центр подключен, да, обязательно. Может быть, с подключением федерального центра. Может быть, без подключения федерального центра. Но федеральные центры, которые у нас сейчас существуют, они должны помогать в разработке организационной схемы в зависимости от аудита, который они провели в конкретном регионе. Поэтому у нас есть МИС-онкология имени Петрова, МИС-онкология имени Герцена и МИС-онкология имени Николая Николаевича Трапезникова, на самом деле, да, потому что центр называется имени Пехпухенапта, а МИС-онкология называется имени Николая Николаевича Трапезникова. Поэтому вот эти федеральные центры и должны помогать регионам в зависимости от поэтапных аудит, предложений, схемы, аудит кадров, оборудования, информатизации и так далее, и так далее. Они должны помогать уже принять определенный закон региону, где он будет способен финансово обеспечить качественный снимок, качественный скрининг. В отношении пересмотра второго, сейчас посмотрим, по-моему, это дальше будет, создание рабочей схемы, но это как бы финансирование, обратите внимание, и вот после финансирования идет стандартизация процесса. Вот я считаю, это самое главное, и программа, которую мы создали, называется «Система описания рекомендаций статистики» маммографического, SORS такая, да, вот она основана на стандартизации процесса самого приглашения женщин, стандартизации работы рентген-лаборанта и стандартизации работы врача. Все это там заложено, чтобы потом провести какую-то аналитику скрининга в определенном регионе. Так, что у нас? А это по поводу, вот это уже по поводу самой SORS, который может выполнять как скрининговую программу, так и диагностическую. Скрининговая программа, она просто покороче, покороче, идет все от картинки, на картинку нажимается, и у вас формируется протокол. Там и узловые у нас существуют, да, узловые образования, микрокальцинаты, нарушения архитектоники, асимметрии и так далее. Сразу с картинки все начинается, потому что это быстро. Почему одна минута, вот говорили об этом, это же усредненная одна минута на самом деле, потому что больше 80% это норма. И, конечно, за полсекунды там можно при хорошем навыке уже сформировать заключение либо 1, 2, 3, 4, либо 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. Вот это вот скрининговая. Но у нас туда же включена еще диагностическая маммография, где с признаков начинается. Вы начинаете с признаков, и дальше уже формируется протокол, и к этому могут подтягиваться картинки. То есть две таких обратные программы. Одна для скрининга, вторая для диагностического процесса. И в отношении двойного просмотра независимого, да, вот мы 18% дали, потом улучшение 17% дали, да, ну где-то от 10 до 20% в различных публикациях, это улучшение выявления ранней формы рака молочной железы. Это вот наиболее длительно то, что Галина Петровна говорила, когда два независимых просмотра, и при несовпадении категории, третий эксперт решает, что нужно делать. Надо обследование, какое обследование, но делать пункции, не делать пункции, и тогда только третий эксперт. Но эта схема будет применена опять же там, где имеются финансовые возможности. Поэтому как хочет регион, так и будет это делать в зависимости от того, каковы его финансовые возможности. Может он двойной себе просмотр, это дистанционно, недодистанционно, в качестве, конечно, обучения, это идеальная программа, то, что мы, кстати, и применили в регионах. Мы это сделали там не на деньги региона, но там мы это провели исключительно в плане обучающего процесса, быстрого и качественного, через нашу программу. А для чего вообще созданы вот эти вот, особенно второй протокол, который идет от признаков? Потому что хотелось бы, уже другой дел, получится это или не получится, создать системы поддержки принятия решений, она называется рекомендательной системой. Это когда врач, обученный признаком, эти признаки включает, да, и на этих признаках машина сама формирует диагноз. И машина может показать, на какие признаки она учла в весовых контентах, в процентном отношении, какие не учла. Это называется не только в мамологии, это называется система поддержки принятия решений. Блестящая обучающая система. Вот Галина Петровна уже огромную базу создала, она имеет право уже создавать вот эти системы. Что касается второй системы, которая экспертная, которая система распознавания образов, она уже создана в молочной железе, как система называется, и называется она детекторной. Она говорит, посмотри сюда, посмотри, третий глаз так называем. Посмотри сюда, посмотри сюда, посмотри сюда, посмотри сюда, но только голова врача, вот какой интеллект, да, только голова, естественно, этот интеллект, это будет, это биологический интеллект, как они называют, это механический интеллект. Если мы создадим такую систему Распознавания образа Сейчас идет новая волна системы распознавания образа Сейчас будет масса грантов по этому поводу выиграна Но главный специалист в этой системе распознавания образа Опять кто? Лучевой диагноз, который скажет Это тот, это тот и тот И если такая система будет создана Которая не создана в Америке до сих пор Я буду только этому рада И если это сделать, то будет замечательно Спасибо за внимание Продолжение следует...